Вопросы о законности торговли в этом районе города возникают еще с украинских времен. Все началось с закрытия местного продуктового рынка. Покидать прибыльное место продавцы не стали. Вместо этого рядом с остановкой общественного транспорта одна за другой появлялись стихийные торговые точки. Уже тогда с ними пытались бороться. Городские власти проводили регулярные рейды. Какие-то серьезных результатов добиться не удалось. Предприимчивые дельцы исправно платили штрафы, а закрытые ларьки спустя пару дней появлялись на другом месте. За годы остановка сама превратилась в небольшой рынок с десятком павильонов. Такими темпами она может занять всю дворовую территорию ближайших домов, опасаются местные жители. У хозяев этих торговых точек ничего узнать невозможно. У управления торговли города Севастополя практически ничего не обещают, что разобраться, снести. Но в результате получается, как этот маф встал, так он здесь вечно стоит. Александр Кондриков отмечает, один из местных предпринимателей пошел дальше и подключил свой киоск к энергосети жилого дома. Управляющая компания, ну а ли внимания на это? Крымский, я был в Крымэнерго, они говорят, это внутренние сети, мы в это не влазим. Два месяца, два с половиной месяца жду ответа от управляющей компании, на каком основании подсоединен этот киоск к нашему дому. Ответа до сих пор нет. Как бороться с разрастающимся рынком, жильцы решают сообща, совместно с депутатом законодательного собрания Евгением Владиславовичем Мащенко. По его словам, пока в отношении незаконных торговцев применяются только штрафные санкции. Убрать объекты на порядок сложнее, определить незаконность постройки должна специальная городская комиссия. Самим же сносом будут заниматься представители местного муниципалитета. Но на все это требуется время, которое играет на руку предпринимателям. Незаконно установить объект, в течение ночи приехали, установили, и как бы незаконно. А для того, чтобы его снести, надо действовать по закону. А это проходит два-три месяца, а то и более. Недовольным горожанам присоединились и сами продавцы. Лицевых они не прячут, ведут себя спокойно и уверенно. Часть местных жителей понимают их позицию. После сноса рынка у них не осталось альтернативных мест для торговли. Я не против этой торговли. Пожалуйста, торгуют. Это рабочие места, это прибыль кому-то, деревья неудобная. Но нужно же эти торговые точки размещать не скопом, а где-то разрозненно, по необходимости. Зачем же их в одну точку сбивать? Да, хорошая проходная здесь способность, крюкинская аваринка, так называемая. Ну да что ж, мы здесь жильцы этого дома, выходит, заложниками этого рынка стали. Парламентарий пообещал поставить ситуацию на личный контроль. В решении вопросов он предложил опираться на опыт коллег из других регионов страны. В Севастополе, наверное, пока еще нет такого огромного опыта, как этот опыт в Москве, где сносятся сейчас капитальные строения, которые были построены в свое время у метро. И я вот буквально недавно был в Москве, и Москва преобразуется. Я надеюсь, что и у нас это в скором времени будет. Кирилл Попов, Дмитрий Лелека, Севин, Форумбюро.